Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 58 выпуск программы «Что происходит?». Вы увидите его в понедельник, 10 апреля, приблизительно в 2 часа по полудню. Поскольку на прошедшей неделе ярких, важных, сенсационных событий не было, а те процессы, которые начались, они, возможно, и проявились, но еще не завершились, то этот выпуск окажется, я думаю, довольно коротким. Основные темы текущего выпуска, 58 выпуска. Кто хитрее, колхозник или геополитический гений современности? В чем смысл игры спецслужб? И компания по набору контрактников проваливается. Ее последствия? Последствия провала. Я напомню вам, дорогие друзья, об этом несколько раз уже говорил, что Владимир Владимирович Путин именует Александра Григорьевича Лукашенко колхозником или картофельным лосем. Эти, кстати, прозвища с легкой руки президента закрепились в ближайшем окружении Путина и в Кремле. Ну, в том числе и среди чиновников средней руки. Так вот, на прошедшей неделе величайший гений, геополитический гений современности и картофельный лось провели встречу и обсуждали, как это было сказано в комьюнике, будущее двусторонних отношений и международную ситуацию. На самом деле вопрос стоял о том, чего и как потребует, каких отступных потребует колхозник, картофельный лось, за то, чтобы Россия смогла разместить свое ядерное оружие на территории Беларуси. Помните, Путин об этом сказал, что, мол, уже с 1 июля там уже готовятся хранилища или они готовы. С 1 июля мы там, мы, имеется в виду Российская Федерация, размещаем на территории Республики Беларусь свое ядерное оружие. Как сказал Александр Георгиевич Лукашенко, для него это оказалось полной неожиданностью. Это заявление президента Путина действительно носило односторонний характер. Но Лукашенко не был, был Лукашенко, если бы он не попытался извлечь для себя, именно для себя. Ощутимый выигрыш. И он потребовал в обмен на размещение этого ядерного оружия, это понятно, то предложение, от которого он отказаться формально, по крайней мере, не в состоянии, потребовал очередной кредит. Сумму кредита он задрал, или точнее совокупности кредитов задрал аж до 10 миллиардов долларов. Прекрасно понимает, что такие кредиты ему не дадут, но хотя бы некоторые дадут. И кажется, во время переговоров соглашение о предоставлении Республики Беларусь кредитов, не очень понятно на какую сумму, 2 или 3 миллиарда долларов, потому что есть некоторые разночтения. Это соглашение предварительно было достигнуто. Почему Лукашенко на голубом глазу дал это согласие? Хотя это, в принципе, не в его интересах, поскольку навлекает дополнительные и довольно серьезные риски и на него лично, и на страну, которую он имеет несчастье для этой страны возглавлять. Лукашенко рассчитывает, кстати, как и китайские товарищи, которые пообещали, что они только летом рассмотрят вопрос о предоставлении России летальных вооружений. Так вот, Лукашенко рассчитывает на то, что до лета прояснится военная динамика. И, возможно, вопрос о размещении ядерного оружия сам собой будет снят с повестки дня. Лукашенко скажет Путину, ну вот видишь, Володзе, я же тебя предупреждал, надо договариваться с Украиной в мире. А теперь они тебя зажали в клещах, вышли на границы с Крымом, вернулись на границы прошлого года, 23 февраля 2022 года. Какое тут, понимаешь, к чертям ядерное оружие? Это одна возможность. Вторая возможность для Лукашенко состоит в том, что если все-таки, вопреки всем его надеждам, чаяниям... Да, кстати, я уже сказал, что он же потребовал как героя известного романа и не менее известного кинофильма. А стулья вперед, кредиты вперед, то есть перводенежки, а потом уже размещение ядерного оружия. Вот денежки он рассчитывает получить в любом случае. Ну, хотя бы какую-то первую часть транша, обещанного ему транша. Ну, на худой конец Лукашенко скажет, если все-таки украинское наступление окажется не столь триумфальным, не столь успешным, как ему предписывают. А кто знает, каким оно окажется, потому что военное счастье переменчивое. И есть понятие, которое называется туманом войны. Подчеркиваю, что это цитата одного из классиков военного искусства. Так вот, в этом случае Лукашенко скажет, ну я же был против. Он, наверное, попытается занять позу обиженной невинности, оскорбленной невинности, изнасилованной, в прямом смысле слова, изнасилованной российским империализмом. Это, кстати, он готовит для себя отмазку на будущее. Лукашенко уверен, что он сможет пересидеть Путина, что Путин уйдет, а он, Александр Григорьевич, еще останется во главе Республики Беларусь. И каким-то образом увильнет из объятий международного правосудия, который, я думаю, сласково, заманчиво посматривает на белорусского лидера. Вторая новость – это появление на прошедшей неделе потока так называемых классифицированных, то есть имеющих категорию секретности, американских документов, социальных медиа. В этих документах речь идет о готовящемся украинском наступлении и о подоплеке военно-политических отношений Соединенных Штатов и Украины, Соединенных Штатов и ряде стран НАТО. Сразу скажу, что я не берусь оценивать достоверность этой информации, которая помещена в социальных медиа, хотя вот Нью-Йорк Таймс, которая взялась оценивать с аналитической точки зрения эти утечки, считает, что эта информация достоверна, даже назвала это, я не помню, Нью-Йорк Таймс или какое-то другое, но тем не менее, респектабельное американское издание назвало это успехом российских спецслужб. Так вот, само появление, я подчеркиваю, дело не в содержании, а в том, когда все это появилось, когда появились реальные или мнимые утечки, так вот, само их появление преследует цель сбить, нарушить темпы готовящегося украинского контрнаступления и по мере сил отсрочить его. То есть, показать, что смотрите, нам известны ваши планы, а если нам известны ваши планы, значит, мы готовы к их отражению, а значит, вам надо свои планы сейчас на ходу перестраивать. Надо сказать, что российские власти относятся к перспективе украинского контрнаступления и к его возможному успеху, подчеркиваю, непредрешенному возможному успеху, абсолютно серьезно. Вот, пожалуйста, одно из косвенных, но весьма важных доказательств. Есть такая приграничная, да, можно уже сказать, не приграничная, а прифронтовая, в полном смысле слова, Белгородская область. Вот я вам цитирую сообщение с одного телеграм-канала, это телеграм-канал БАЗа. В Белгородской области появились памятки об эвакуации. Их вывесили для жителей во многих местных селах. В памятках говорится о пошаговом порядке действий во время эвакуации на сборный пункт. Там же указано, что жители, решившие прятаться в другом месте, должны сообщить об этом главе своего поселения. Заодно авторы памятки рассказали, что должно лежать в тревожном чемоданчике. От документов и контактов родственников до спичек и смены нижнего белья. Скажите, для чего нужны тревожные чемоданчики, для чего нужны памятки об эвакуации? В каком случае может произойти эвакуация? В том случае, когда возникнет угроза вторжения, ну или, если хотите, захода украинских вооруженных сил на территорию Российской Федерации. Только в этом случае. И это как раз означает, что российские власти, по крайней мере региональные власти, напомню, что в Курской области, отменен, по-моему, в Курской области или в Белгородской все же, к сожалению, я забыл уточнить перед записью, парад по случаю празднования, там, помпезное празднование по случаю дня 9 мая, дня победы 9 мая. То есть, власти относятся к этому, по крайней мере регионально, я думаю, что центральные, даже уверенно, абсолютно серьезные. Кстати, вот эта вот кампания утечек, которая была запущена на истекшей неделе, она типологически абсолютно повторяет ту кампанию утечек, которую осуществляли американцы, американские разведслужбы, ведомо политического руководства с ноября 2021 года. Я думаю, вы помните, когда через солидные медиа стала вбрасываться в медийное пространство информация о том, что готовится вооруженная конфронтация, точнее не готовится, а она точно произойдет, вооруженная конфронтация России и Украины, что Россия готовится к наступлению, американцы указывают приблизительно, когда это наступление может произойти. Почему они это делали? Опять же, с той же самой целью, с какой появились утечки на прошедшей неделе? Для того, чтобы сбить спанталыку, что называется, простым русским языком, сбить спанталыку российское руководство военно-политическое, потому что если руководство видит, что об этом становится известно, и более того, не просто известно, но это придается, это очень важно. Насколько я знаю, это чуть ли не впервые американская разведка совершила такую публичную кампанию. Обычно разведки предпочитают скрывать свою информацию для широкой публики, передавая ее только руководству соседних, союзных стран. И вот американцы пошли именно на публичную, международную кампанию, для того, чтобы дезориентировать российское руководство, для того, чтобы оно стало нервничать, для того, чтобы ему стало известно, что его планы ведомы, и, соответственно, эти планы надо корректировать. То есть, чтобы, ну, если не отменить наступление, это было вряд ли возможно, то хотя бы его отсрочить, и тем самым позволить Украине лучше подготовиться, дать выигрыш во времени, ну и заставить российское руководство нервничать. Кстати, я упоминал Нью-Йорк Таймс, который разместил аналитику этих утечек. Так вот, у Нью-Йорк Таймс там есть очень важный пункт в аналитике. Американские журналисты написали, что судя по характеру этих утечек, у американской разведки, подчеркиваю, у американской, имеются источники во всех силовых и разведывательных структурах Российской Федерации. А помните, я много раз говорил, что российская силовая машина, и не только военная, но и разведмашина, она представляет из себя дырявую кастрюлю. Со множеством, может быть, и не очень крупных, но мелких дырочек, из которых протекает очень важная, ну или говоря, более академическим и нейтральным языком, чувствительная информация. Так вот, американцы, и, кстати, могу сразу сказать, британцы, к этой информации имеют доступ. Да-да. В этом смысле, охвативший Владимира Владимировича Путина зуд шпиономании, кажется естественным, если бы ни одно обстоятельство. Помните классический анекдот о том, что кто-то видит людей, которые ходят вокруг, это поздний вечер или ночь, вот столб с фонарем, они вокруг столба ходят и упорно смотрят на землю. Человек их спрашивает, а что вы делаете? А мы ищем кошелек, который потеряли. А вы уверены, что здесь потеряли? Да нет, потеряли-то мы его в другом месте. Но здесь же светло. Так вот, шпионы, шпионы, супостаты в России есть. Судя по сообщению New York Times, и есть другие сообщения на сей счет, эти шпионы, супостаты, недоброжелатели или перебежчики, ну и пока еще моральные и интеллектуальные перебежчики, не совершившие формальный акт перехода на другую сторону, то есть не переехавшие, они имеются в изрядном количестве, но шпионами оказываются несчастные участники штабов Навального, несчастный Владимир Карамурза, которому прокурор требует 25 лет. То есть люди на самом деле абсолютно не виноваты, потому что там светло. Потому что их очень легко, так сказать, обнаружить, облыженно обвинить, и у них нет никаких возможностей сопротивляться. Попробуйте вы взяться за своих. А получится ли это? Это же профессионалы, умеющие скрывать свою деятельность. Так что ищут там, где светло, а не там, где потерян кошелек. И, наконец, последний, заключительный пункт сегодняшнего обзора. Это то, что он состоит в том, что та компания по набору контрактников, а компания это должна была обеспечить призыв на службу по контракту более 400 тысяч человек, от 400 тысяч до 500 тысяч человек. Эта компания, по всей видимости, по крайней мере в Москве, проваливается. В Москве, кстати, план был очень небольшой, 27 тысяч человек всего. Москва должна была обеспечить на службу по контракту. Учитывая население столицы российской, в 11 миллионов человек, это меньше капли у моря. Но даже эту каплю российские, точнее московские власти, обвесившие и Москву, и часть в Московской области билбордами с призывом идти на службу по контракту, не могут собрать. Поэтому они используют разнарядку. Они дают муниципальным учреждениям разнарядку. Вот вы должны предоставить на службу по контракту столько-то человек. И рассказывают о том, какие льготы эти люди получат, что за ними два года будет сохраняться их рабочее место, что они получат какие-то подъемные. Скажите, говорят ли они о том, что у этих людей, возможно, никогда не будет шанса вернуться на свои рабочие места и к своим семьям? Нет, об этом они не говорят. Но москвичи это очень хорошо понимают. Однако, дорогие друзья, в случае провала компании по контракту, я не знаю, как это выглядит в общенациональном масштабе, как я уже сказал, в московском масштабе эта компания проваливается, было сказано заранее, что тогда будет осуществлен переход к мобилизации. К той самой мобилизации, которую мы с вами так долго говорили, много раз обсуждали. И особенно в свете предстоящего украинского контрнаступления, которое мы с вами тоже сегодня обсуждали, и до этого много раз, риск мобилизации, то есть два обстоятельства, готовящееся украинское контрнаступление, которое может оказаться чревато отрицательными победами, отрицательным наступлением для российских вооруженных сил, значит, это первое обстоятельство, и второе обстоятельство, это провал компании по набору контрактников. Вот эти два обстоятельства могут обусловить переход или возобновление в больших масштабах так называемой частичной мобилизации. Я напомню, что по ряду заявлений военкомов из некоторых областей и республик, в частности из Бурятии, частичная мобилизация не остановлена, ничего подобного, она продолжается. Не хотелось бы мне произносить эту фразу, но цитируя, точнее это парафраз романа «Хождение по мукам», там есть так, когда они возьмут Тулу, тогда готовьтесь. Так вот, когда украинские вооруженные силы, если и когда выйдут на границы 23 февраля 2022 года, готовьтесь. Это с высокой вероятностью у вас последует. Это, это мобилизация. Дорогие друзья, вы помните, я надеюсь помните, если не помните, то я с удовольствием вам повторю о том, что 13 апреля со мной состоится онлайн-встреча. Эта встреча будет платной, но в отличие от роликов, которые я выкладываю в ютюбе, а встречи я провожу, кстати, редко, обычно раз в полтора месяца, на этой встрече у вас будет шанс услышать информацию поистине сенсационную. Ту информацию, которая не звучала нигде, ни в моих роликах, нигде либо в России или за пределами Российской Федерации. Так что подумайте, стоит ли вам потратить малую талику денег для того, чтобы стать обладателем чувствительной эксклюзивной информации. Конечно, эксклюзивная она будет только на какое-то время, потом она все равно станет общедоступной, но у вас есть шанс первыми эту информацию услышать и первыми попытаться ее использовать. 13 апреля в 20 часов московского времени. Ссылка на подключение в первом закрепленном комменте к этому ролику и в описании к этому ролику верхней строкой. Обращаю ваше внимание, что если вы не сможете посмотреть 13 апреля в 20 часов московского времени, видео все равно будут у вас висеть в личном кабинете. Если же вы живете за границей, не в состоянии оплатить, у вас нет российских карточек, вы не можете оплатить подключение, пожалуйста, напишите вот по ссылке, которую я сейчас упомянул, организаторам мероприятия. Как правило, в таких случаях они стараются помочь тем людям, которые не в состоянии по формальным, но весьма серьезным причинам, оплатить свое подключение к этой встрече. 13 апреля в 20 часов московского времени. Поэтому в четверг, 13 апреля, вы не увидите ролика с ответами на вопросы. Обычно я в четверг его выкладываю. Но вы увидите ролик очень интересный, на важную тему, но все-таки не политическую. Ну, надо же время от времени перебивать политику чем-то, я бы сказал, иным. Иначе можно, наверное, сойти с ума, если только зацикливаться на политике, политическом анализе, пережевывании и обсасывании политических новостей. Дорогие друзья, спасибо огромное вам, вам всем, кто помогает мне и помогает нам. Я подчеркиваю, потому что я не один. Я часть сообщества, часть команды, один из членов этой команды. Той команды, которая борется за свободу, справедливость в России и за благополучие всех наших граждан. И нам очень важна ваша помощь. В том числе и сейчас даже в первую очередь помощь финансовая. Потому что другой помощи, кроме информационной и финансовой, вы сейчас оказать не в состоянии. Помните об этом, что если вы помогаете нам финансово, а ссылки на банковские реквизиты содержатся, опять же, в первом подключенном коменте, в первом закрепленном коменте к ролику и в описании к ролику, то вы инвестируете в будущее, в политическое будущее России, в будущее себя, своих детей и внуков. И это самая выгодная инвестиция в вашей жизни. Вне зависимости от суммы. Ни в коем случае не инвестируйте больше, чем ваше финансовое и материальное положение позволяет вам сделать. Ни в коем случае. И помните, всякое даяние блага. И, дорогие друзья, я все с большей уверенностью могу каждый раз произносить. Как бы ни было сейчас тяжело, знайте, твердо знайте и не сомневайтесь. Победа будет за нами. Она непременно будет за нами.